Итак, друзья, мы сегодня в гостях в галереи 11-12. Вот как раз владелец галереи Александр. У вас сегодня выставка Виктория. У нас нет выставки. Ой, да-да-да. У нас не выставка, у нас стартовал Black Friday нон-стоп. Чудесно. Два слова скажите, что это. Что это? Во-первых, это все привыкнуло к тому, что у нас усиливаются меры защиты, мы тоже их поддерживаем, но у нас всех ожидает Новый год, и вообще никто не отменял. Поэтому мы решили, почему бы нам не устроить Black Friday, которые торговые точки устраивают раз, может быть, в месяц-два. Мы решили сделать это вообще нон-стоп каждый день. Любой желающий может прийти к нам, посмотреть, что мы предлагаем, оценить, посмотреть и решить, стоит ли мы это приобрести или нет. То есть мы сейчас выступаем как группа непродовольственных товаров. Вот мы переименовались на ближайшие два месяца в связи с этой ситуацией и предлагаем выбрать себе что-нибудь порадовать себя к Новому году. Чудесно. Пару слов. Александр, кого вы сегодня представляете? Мы стартуем с нашей Black Friday с работами Виктории Вейсборд из Калуги. Замечательная молодая художница. Делает очень позитивную жилу здесь. Меликолепные работы зайдут как в офис, так и в любое пространство жилое. Какой ценовой диапазон? От двух до восьми тысяч евро. Евро. И все, у нас этот пункт как раз вот здесь сейчас можно сразу и посмотреть работы и тут же увидеть прайс-лист на работе Виктории Вейсборд. Чудесно. Мы сейчас пройдем. И если будут вопросы, можно подойти? Конечно. Спасибо, спасибо, Александр. Скорее всего, мы поймем, что надо подружить и сотрудничать на руинах цивилизации. Ты правильно посчитываешь пасу, когда ты как-то немножко от нее рыл. Сейчас мы пройдем, посмотрим и подойдем к художнику. Я полагаю, что это акрил. А сейчас мы у нее спросим. Чудесные работы, яркие. Малдональдс, узнаваемый бренд. Вот, здесь дети реагируют. Это очень хорошо. Детская тематика. Да, получается. Там, 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 там. Там, 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 там. Там не получается. Вот мы видим художника, сейчас мы подойдёмся по всем. Стены даже более крашеные, специально подойдут к ручке. Это очень ручально, это князь даже, как начинающий художник, когда смешиваешь какие-то темы, и ты в первую очередь рискуешь как красиво получается. Это просто реальность, вот эта эпид, она существует моё смирение. Она покрыта брендами, поскольку я противник той туристической системы, в которой мы сейчас живём, это моё смирение, потому что ты сейчас живёшь. Я люблю размещать во всём, о чём угодно, для меня так всё становится позитивным. Здорово. Чего сейчас не хватает наше мое, конечно. Пару слов можно, Вика? Добрый вечер. Добрый вечер. Дорогие друзья, позвольте представить художник Виктория Вейсбрут. Кстати, говорят два слова, это же немецкая фамилия, русские немцы, да, вы корнями. Я тоже оттуда, поэтому очень приятно, что встречаешь интересные имена и интересного художника. Буквально пару слов скажите вот про вашу картина, особенно вот обезьяны или что это, какая-то стилистика, что это означает, какая-то задумка. А что вы здесь видите, раз уж у вас всё равно есть в кадре? В чём отличие друг обезьян от вас? Что они, я даже не могу догадаться, делят мир, да, каждый, и что-то такое детское, капризное. Одна обезьянка американская, и одна обезьянка постсоветская. А, постсоветская? Да. Чудесно, чудесно, вот они делят мир, да? Ну, очень хорошие картины. Скажите, пожалуйста, холст масла или акрил? Акрил, да? Чудесно, а сколько времени уходит на одну картину? Ну, примерно. Наверное, от двух до трёх недель. От двух до трёх недель. Как это приходит в сюжет? В размышлениях. В размышлениях. То есть, любая работа художника — это, в первую очередь, высказывание художника. То есть, у художника есть бонус. Люди могут высказывать своё мнение просто посредством языка и разговора, а художник может высказать свои мысли посредством изобразительного искусства. Что вы хотите сказать миру? О чём этот призыв? О том, что на любые наши проблемы, на серьёзные и важные события в жизни можно посмотреть в глаза на ребёнку. Но не с точки зрения инфантильности или нехватки опыта, но с тем ощущением перманентного счастья и любопытства, с которым мы живём, когда мы дети. Вот сейчас как раз дети забежали. Здорово. Здорово, да. Здорово, конечно. Это счастье, это же наше будущее. Нельзя терять это ощущение. С возраста мы теряем это ощущение, и мы входим в депрессию от понимания того, что вокруг на самом деле происходит. Нельзя этого допускать. Это абсолютно необязательно. Зачем самому себе вредить? Только с позитивным настроем мы действительно можем что-то поменять. Чудесно. А скажите... Скажите, пожалуйста, что мы делаем. Да-да, две минуты буквально. Пару слов о себе, чтобы... Это же остаётся на канале. Я художник, меня зовут Виктория Вейска. Где-то обучались, откуда вы родом. Александр сказал, вы... Я из Калуги. Чудесный город, чудесный город. Ну что ж, успехов вам, спасибо. Мы будем следить за вами. Скажите ещё, сколько будет продлеваться? Выставка будет до 20 декабря. До 20 декабря. До 20 декабря. Чудесно. 2020 года. Спасибо, удачи вам, Виктория. Всего доброго. Вот такая художница. И такие необычные работы. Акрил. Акрил. Цена, как мы слышали, от двух и... то ли до пяти, то ли до восьми тысяч евро. Ну, приятно отметить, что в такие времена проходит всё-таки выставка. Весь брюч. Весь бруд. Весь брюч. Ну что, такая небольшая галерея. Итак, друзья, ставьте лайки, что понравилось, говорите. Будем очень рады знакомить вас с новыми интересными молодыми художниками. Сколько? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, двенадцать где-то работают. Ну, я как-то к акрилу отношусь. Не так, как масло, но с подозрением. Тем более, что он все-таки с годами портится, акрил, особенно если толстый слой. Я, честно говоря, наверное, это на любителей. В офис, может быть, куда-нибудь можно купить. Заканчиваем выставку. И придем еще посмотрим. Всем спасибо за внимание. Александр, еще два слова скажите, пожалуйста. Выставка, вернее, Black Friday будет работать до 20 декабря, да? Ну, наверное, да. Надеюсь, все работы найдут своих почитателей и покупателей. Да, да. Как вы думаете, вот куда это? В офис можно такую живописи? Знаете, так делал год. По настроению нет? Смотрите, какой. Все заходят, улыбаются, цвета яркие. Ярко. Хватает этого всего. Да, колористик. Все серое, да, все серое, все такое мрачное. Ну, мы слышали, что у вас есть большое шикарное арт-пространство далеко от Москвы. Нет, оно было. Уже его нет. Больше нет? Уже нет. Жалко, жалко. Вы его просто закрыли. А как вы по что имеете? Если галерея в Сингапуре, то она давно закрыта. А если резиденция опята, то... Опята, вот где которая? Да, это моя заверная резиденция, где я отдыхаю, приезжаю. Просто я даю время времени художнику своим близким. А вот этот художник Девлетья? Дамир. Дамир. Он работает? Он сейчас в Черногории. А, отдыхает. Нет, отдыхает, но он работает. Уехал ненадолго, осталось пока пандемия, улететь не может. А у него вот картины, я посмотрел его, в какой диапазон? Совершенно разные. Есть буквально от 800-900 евро до 10-12 тысяч евро. Что зависит от самого произведения. Он Холст Наслова? У него Холст Акрил. Холст Акрил. Хорошо, тогда я хочу вас спросить, можно вас пригласить к нам в студию, сделать полноценное интервью с камерой в удобное время, договориться? Почему нет? Давайте попробуем. Да, окей. Рад был с вами знакомству. Всего вам доброго. Хорошо. До свидания. Спасибо вам. До свидания.